Наводчик-оператор, прапорщик Зая Баяр Ангбадрах, механик-водитель, старший прапорщик Басанбад Циренбад, Монголия, третий экипаж. Третья огневая дорожка Сирийская Арабская Республика, командир танка лейтенант Ахмат Исмаил Алуш, наводчик-оператор, прапорщик Мухаммад Ясен Хальел, механик-водитель, прапорщик Ияд Али Мухаммад. И на левом фланге танк синего цвета, четвертая огневая дорожка Республика Казахстан, командир танка капитан Еломан Абишев, наводчик-оператор, старший сержант Молдашев Рустам, механик-водитель, старший сержант Адлет Алпамысов. Итак, дорогие друзья, пришло время Горна на полигоне Алабина. Итак, традиционный Горн звучит и подает команду экипажам занять свои штатные места в боевых машинах. В этом заезде все участники принимают участие в заезде на танках Т-72Б3, предоставленных российской стороной. Итак, несколько мгновений до старта первой команды. Старт в индивидуальной гонке не одновременный. Первыми будут стартовать участники с первой огневой дорожки. И это Боливарианская Республика Венесуэла. Третий экипаж. Ну что ж, Венесуэла уже представила свой первый и второй экипаж. Отработали они довольно-таки неплохо. 24 минуты и 48 секунд первый экипаж. Второй экипаж выступил с результатом 28 минут и 9 секунд. Главный судья соревнований, генерал-майор Роман Бенюков, лично дает команду на старт, на начало движения в индивидуальной гонке. После принятия доклада о готовности к началу движения, очередной проверки связи. Итак, желтый, первая огневая дорожка. Венесуэла. Третий экипаж. На экранах сейчас тридерская группа Венесуэлы, которая подает команду своему экипажу на начало движения и вперед. Вперед и только вперед. Венесуэла. Поболеем и поддержим сегодня участников, участвующих в этом заезде. Это девятый заезд. Последний заезд первой группы, первого дивизиона. В 2019 году первые команды, принимающие участие в танковом биатлоне, разделены на два дивизиона. Первый, он же выше, в котором принимают участие 12 команд, сильнейших в соответствии с рейтингом 2018 года. Итак, первое препятствие. Механик-водитель преодолевает без нарушения порядка преодоления змейки. За нарушение как раз-таки преодоления любого из препятствий экипаж направляется на площадку штрафного времени, где необходимо выполнить норматив номер один, контрольный осмотр машин. Ну что ж, все же мы надеемся, что в этом заезде будет минимум нарушений порядка преодоления препятствий и минимум штрафных площадок. Хотелось бы видеть максимум поражений целей. То, собственно, ради чего мы и собираемся на танковом биатлоне. И, болея, поддерживаем экипажа, показывающий нам результативную боевую стрельбу. Итак, загрузка боеприпасов. Экипаж Венесуэлы загружает три штатных выстрела. Танк Т-72Б3. Сложенная работа всего состава экипажа здесь демонстрируется. При загрузке боеприпасов танк останавливается, глушит двигатель. Весь экипаж выбирается из боевой машины. И втроем, передавая снаряды друг другу от механика-водителя к наводчику-оператору и в боевую машину командира танка ведется загрузка боеприпасов. Впереди три мишени номер 12. Три цели танк. Дальность на них 1600, 1700 и 1800 метров. За промах, за непоражение любой из целей экипажа назначается штрафной круг длиной 500 метров. Два штрафных круга, две штрафные дистанции представлены на трассе танкового биатлона. На правом и левом флангах. Тяг, мишень в поле 1600 метров. Друзья, мы это будем осмотрим. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Старший лейтенант Диего Рафаэль Наварро Паэс. 31 год. Воспитывает двоих сыновей. Болеет сегодня за него любимая жена и... Любимые сыновья смотрят в Уминселу уже 10 лет. Увлекается бейзмолом. Ну и увидел боевую стрельбу блестяще. Поражает цель. Мишень номер 12. Первая. Поражена не будет штрафного круга. По крайней мере за нее уж точно. Вторая мишень в поле. Дальность до цели 1700 метров. Выстрел. Идеально. Фактически в одно и то же место поражает. Вторую мишень, как и первую. И третья мишень. Поднята для экипажа Венесуэлы. Выстрел. Это недолет, друзья мои. Это недолет. В третьем мишенье не удается справиться. Рикошетом попадает. Снаряд и просто оставляет в мишенье дырку. Но это был явный недолет. За это получает экипаж. Один штрафной круг предстоит пройти. Дистанцию 500 метров. Но я уверен, что механик-водитель справится с этой задачей. На ура, на пятерку. И продолжит движение по трассе индивидуальной гонки. Так, вот сейчас как раз-таки был повтор боевой стрельбы. Которую мы зафиксировали в промах, друзья мои. Ну ничего страшного. Впереди еще две мишени у экипажа Венесуэлы. Это мишень номер 25 и номер 9. И вот сейчас экипаж на штрафной дистанции. Команда Монголии ведет уже загрузку боеприпасов. Также преодолели первое препятствие. Змейка, он же участок маневрирования без нарушения порядка преодоления препятствий. И уже завершая загрузку боеприпасов, экипаж возвращается на свои штатные места. Нужно заводить двигатель, докладывать о том, что готовы начать движение. И выдвинуться на рубеж открытия огня по мишеням номер 12. Первая огневая задача. Команда Монголии тоже очень здорово выступает в этом году в танковом биатлоне. Первый экипаж показал время 24 минуты и 8 секунд. А второй выступил с результатом 27 минут 12 секунд. Итак, мишень в поле, останавливается экипаж и наводчик-оператор, я думаю, уже сейчас ведет поиск цели. В это же время команда Сирийской Арабской Республики отправляется на трассу индивидуальной гонки. Третий экипаж вперед и только вперед. К лучшим результатам, по крайней мере, своей команды уж точно. Еще раз напомню о том, что сегодня решается. Есть поражение цели. Монголия хорошо справляется с первой мишенью номер 12. Так вот, друзья мои, сегодня как раз-таки решается, кто же все же пройдет с каждого дивизиона в следующий этап эстафета. По 8 команд с каждого дивизиона. Выстрел. Второй наводчик-оператор Монголия вновь демонстрирует нам идеальную боевую стрельбу. Цель поражена. И третья мишень в поле. 1800 метров. Итак, мишень в поле. Нужно сосредоточиться и справиться со всеми с тремя мишенями. Было бы очень здорово, как для болельщиков команды Монголии. Да так и, конечно же, для самого экипажа время нужно показать лучшее время экипажа. И в этом случае я, несомненно, буду уверен в том, что Монголия пройдет в эстафету. Хорошо. Отлично даже, можно смело сказать. Продолжает движение экипаж Монголии без штрафных кругов и штрафной дистанции. Сразу же пойдут завершать первый полукруг. А в дальнейшем вторая огневая задача ожидает командира танка монгольской сборной. Третий экипаж. Боевая стрельба по мишени номер 25. Итак, впереди четыре препятствия на этом полукруге. Далее отсечка по времени. Посмотрим и запомним то время, которое продемонстрирует нам экипаж Монголии. На данный момент явно лидирует монгольская команда в этом заезде. Три выстрела, три пораженных цели. И пока время лучшее. Пусть прошло его совсем немного. Посмотрим, что покажет нам Сирийская Арабская Республика. Третий экипаж. Наводчик-оператор-прапорщик Мухаммад Ясен Хал-Ел. 29 лет. Увлекается футболом о вооруженных силах Сирийской Арабской Республики. Уже 10 лет в этом году удостоен чести представлять республику здесь, на танковом биатлоне армейских пятых юбилейных игр 2019 года. Собственно, танковый биатлон и стал родоначальником армейских международных игр. Еще в 2013 году, уже далеком 2013 году, по инициативе министра обороны, впервые проводились эти соревнования здесь, на полигоне Алабина. Итак, штрафной круг зарабатывает себе сейчас экипаж. Сирийской команды не было поражения цели. Вторая мишень в поле. Дальность 1700 метров. Так, Ясен Мухаммад. Наводчик-оператор команды Сирии. Выстрел. Нужно поражать мишень. Есть, цель поражена. Справляется с волнением сейчас наводчик-оператор, да и весь экипаж. Безусловно, третьими выступят, наверное, даже сложнее, чем первыми, потому что возлагают огромнейшие надежды и порой волнение немножко подводит. Итак, команда Казахстана стартовала в индивидуальной гонке. Два штрафных круга. Два штрафных круга предстоит пройти команде Сирийской Арабской Республики. Механик-водитель сейчас вся надежда на него. Это прапорщик Ияд Али Мухаммад. Итак, в повторе. Давайте понаблюдаем за еще раз боевой стрельбой команды Сирии. Первая. Первая. Недолет. Рикошетом сносит мишень. Второй выстрел оказался результативным. И цель была поражена. Ну а с третьей мишенью вновь были проблемы, и осталась она не пораженной. Итак, сразу, я думаю, на этот штрафной круг зайдет экипаж Сирийской Арабской Республики. Да, заходит экипаж. А команда Казахстана ведет загрузка боеприпасов. Но эти ребята действуют очень слаженно. Демонстрируют в этом году великолепнейшие результаты. Но все же мы неоднократно вспоминали о том, что команда Казахстана неоднократный призер танкового биатлона. Всегда, по крайней мере, последние два года участвует в финальном заезде. Посмотрим, что будет в этом году. Красный танк, команда Монголия. Механик-водитель осторожно преодолевает препятствия колейный мост. И, может быть, это правильное решение. Нет ошибки. Поднимает белый флаг полевой арбитр. Хорошо. Вперед, вперед, вперед. И только вперед, Монголия за лучшим результатом заезда. Итак, Казахстан готов докладывать к введению боевой стрельбы по мишеням номер 12. Останавливается танк. Наводчик-оператор ведет поезд с цели. Мишень в поле. 1600 метров дальность до цели. Выстрел. Промах, друзья мои. 1600. Остается мишень целой и невредимой. Итак, следующий рубеж. 1700 метров. Вторая мишень в поле. Собраться, собраться с мыслями, силой, духом и продемонстрировать все, чему научили командиры, начальники, тренера. Но нет, друзья мои, нет, к сожалению, Казахстан. К сожалению, великому сожалению, болельщиков и тренерского штаба. Две мишени. И пока два промаха. Итак, внимание, третья мишень в поле. Ну что ж, возлагает надежда сейчас вся республика Казахстан. Казахстан. Все, кто сейчас болеют и смотрят прямую трансляцию танкового пиатлона. На третий выстрел. Три штрафных круга. Да, к сожалению, три штрафных круга. Сейчас команда Казахстана. Это лишние полтора километра, которые предстоит преодолеть. Механику водителю. Выкладываясь полностью как боевой машине, так и самому механику водителю. Работать фактически в унисон с боевой машиной, не нарушая ни одного из препятствий. Потому что времени затрачено уже будет и так предостаточно. Ну что ж, друзья мои, вот и желтая мишень номер 25. Имитирует она вертолет противника. Ведет боевую стрельбу. Командир танка команды Боливрянской республики Бенюссела. Лейтенант Хосе Нагера Гомес. При поражении цели сработает фаер, но пока он не срабатывает и не видно пробоин. Хорошая картинка. Идеально видна мишень. Также видны будут и пробоины, если будет попадание пули. Калибр ее 12,7 миллиметров. Стрельба ведется из пулемета Корт. Это зенитный пулемет. Применяется в том числе и для поражения низколетящих воздушных целей. Что и имитирует мишень номер 25. Зависший вотолет. Нет, мишень не поражена. Экипажу Бенюссела предстоит пройти штрафную дистанцию. А вот экипаж Монголии, лидер этого заезда. Выбирается все из боевой машины. Всем троим нужно построиться и в дальнейшем начать загрузку боеприпасов. Вперед, вперед, вперед. Есть. Построение обозначено. 15 боеприпасов. Зенитный пулемет Корт. Командиру танка сейчас помогает наводчик-оператор. Механик-водитель занимает свое штатное место. А вот команда Сирийской Арабской Республики после преодоления штрафных кругов. Вы посмотрите, какой занос глубокий. Ох, фактически на 180 градусов разворачивает. 46-тонную боевую машину. Танк Т-72Б3. Немного механик-водитель замешкался и растерялся. Ну что ж, а мы вернемся к работе командира танка команды Монголии. Так, стрельба ведется короткими очередями. Командир танка старается поразить мишей номер 25. Это старший лейтенант Рафдан Риунболт. 38 лет, уже 6 раз выступал танком в биатлоне и подтверждает свой профессионализм. Ну что ж, молодцы, молодцы, ребята. Монгольская команда в этом году очень радует болельщиков. Действительно выступает очень хорошо. Команда Сирийской Арабской Республики выравнивает танки, завершает первый полукруг отставания от монгольской сборной. 2 минуты 4 секунды. Так, препятствие колейный мост. Внимательно, прыжок и нет схода с колеи. Хорошо, белый флаг поднимает сейчас полевой арбитр. Нарушений не было. Впереди Гребенка, искусственное препятствие. И, казалось бы, одно из грозных препятствий, но на самом-то зелье. Сложность как раз-таки при выходе из препятствия Гребенка. Нужно удержать боевую машину и не зацепить ни одну мины. На следующем препятствии участок мина в взрывном заграждении. В повторе боевая стрельба Республики Казахстан. Как раз-таки те самые три промаха. Ну что ж, нужно работать и выкладываться при выполнении следующих огневых задач. У Казахстана впереди еще две мишени будут подняты. И это 25-я и 9-я мишень. Да, и вновь промах. И разочарование, конечно же, и грусть. Грусть на лицах сейчас болельщиков команды Казахстан. Но нужно не отчаиваться, поддерживать свой экипаж, друзья мои. Поддерживать я вас уверяю, что экипаж чувствует тепло ваших сердец и аплодисментов, даже находясь внутри танка. Ну что ж, вышли ребята казахстанской сборной. Со штрафной дистанции нужно идти по своей огневой дорожке, повнимательнее механику водителю и впереди препятствие брод. Так осторожно, осторожно. Механик-водитель выбирает тактику прохождения препятствий, дабы не нарушать установленные правилами порядок преодоления штрафных санкций в виде площадки штрафного времени. В это же время выбирается на противоположный берег экипаж команды Венесуэла. И будут сейчас завершать выступление во втором круге после выполнения второй огневой задачи. Следом в Виманголе наступают фактически на пятки команды Венесуэлы. Рядом и очень близко мчится. Экипаж сейчас преодолеет брод и, я думаю, есть все шансы догнать и даже опередить танк желтого цвета. Итак, вот на экранах как раз танк Т-72Б3. Посмотрите, как красиво преодолевает препятствие брод сейчас. Глубина его, данного препятствия, 90 сантиметров. Танк с легкостью преодолевает данное препятствие. Узбирается на противоположный берег, если уже должным образом подготовлен механик-водитель. Так, экипаж Монголии на экранах. Преодоление препятствия Курган. Пока мне фактически ни одного из механиков-водителей не нужно трудностей и проблем данное препятствие. Курган – это искусственный насыпь. Преодолевается без остановки. Скатывание назад. Высота его 7 метров, а ширина 40 метров. Итак, повтор сейчас. Экипаж заходил на пидстоп и снес ограничительный столб. Нужно быть поднимателем немножко механику водителя. Я понимаю, волнение, переживание, но все же собраться, собраться силами, с духом и выполнить все нормативы индивидуальной гонки в лучшем виде. Итак, сирийская команда начинает вести боевую стрельбу по 25-й мишене. Командир танка лейтенант Ахмат Исмаил Алуш. 20 лет. Самый молодой в экипаже сирийской сборной. В вооруженных силах 3 года. Уже увлекается плаванием. Команда Венесуэлы проносится мимо Кургана Славы и отправляется на третий круг индивидуальной гонки. Загрузка боеприпасов команды Сирии. Итак, нужно доложить, доложить о том, что готовы к ведению боевой стрельбы. Закрыть люки обязательно. Танк красного цвета. Команда Монголии также завершает второй круг. Пока это лидер заезда. На 2 минуты опережает Венесуэлу. 14 минут 43 секунды. Отсечка по времени по завершению второго круга. Белый флаг поднимает полевой арбитр. Нарушений при преодолении препятствия колейный мост не было. Ведет боевую стрельбу сирийская сборная. Поражена цель. Ну что ж, отлично, отлично. Работа продолжается. И сейчас вновь нагрузка на механика водителя. Нельзя начинать движение, пока командир танка не занял свое штатное место. Закрыть люк нужно. Нельзя нарушать требования безопасности. Это приводит к травмам. Травмы не нужны никому. Ни в коем случае. Никакого травматизма и нарушения правил безопасности в танковом биатлоне. Эскарп, друзья мои. Сегодня мы еще не видели, как преодолевает препятствия Эскарп. Давайте посмотрим на работу механика водителя Казахстана. Хорошо, Эскарп преодолевается без препятствия. Эскарп, ответственно, фактически бетонная скала. Пусть она невысокая, но достаточно сложное преодоление. 90 сантиметров высота его. И вот уже на втором Касагоре экипаж Казахстана. Третий экипаж. Да, были проблемы. Мы не в коем случае не желаем экипажу больше заходить на штрафные круги, а отработать идеально боевую стрельбу по мишени номер 25. Останавливается танк. Лучший двигатель, механик-водитель. Нужно выбираться из боевой машины, побыстрее, побыстрее действовать при загрузке боеприпасов. Да, все работают на пределах своих возможностей, друзья мои. Как механик-водитель, научик-оператор, командир танка, да и, собственно, сам Т-72Б3. Наш танк красавец. Предоставила Российская Федерация фактически всем участникам танкового биатлона. Танки Т-72Б3, за исключение команды Китайской Народной Республики, которая традиционно выступает на танке, стоящем на вооружение Китая. Это танк тип 96Б. Ну что ж, вернемся к боевой стрельбы команде Казахстана. Командир танка, капитан Еломан Абишев. 15 боеприпасов. Короткими очередями отправляет. Пули летят точно в цель. Поражена мишень номер 25. Мимо штрафного круга. Ну что ж, все хорошо. Собрались с мыслями и духом представители команды Казахстана. Сейчас прямолинейный участок движения. Скоростной участок. И вот он сверкает ярко, дымится фаер и говорит нам о том, что командир танка знает свое дело и справляется с задачей на пятерку. Ну что ж, нет предела радости болельщиков Казахстана. Можно еще нагнать время, нагнать, нагнать. Конечно же, механику-водителю предстоит выполнять эту задачу, ни в коем случае не нарушая порядка преодоления препятствий. Команда Венесуэлы сейчас на экранах и прибыла вместе с командой Монголия. На участок введения боевой стрельбы по мишени номер 9. Это третья огневая задача в индивидуальной гонке танкового биатлона. Занимают свои штатные места экипажи. Докладывают радиоэфир о том, что готовы вести боевую стрельбу. Итак, две мишени видны прекрасно. Рубеж, на которых установлены дальние цели, 600 метров. Желтая для Венесуэлы слева на экранах. Справа красная для Монголии. Наводчики-операторы будут вести боевую стрельбу. И вновь 15 боеприпасов. Пять из них с трассирующими пулями предлагается для поражения данных целей. Каждому экипажу, наводчик-оператор команды Монголии, прапорщик Заябаяр Ангбадрах. Два года выступает в танковом биатлоне. 23 года этому военнослужащему. Ну что ж, нужно подтвердить свои умения и профессионализм. Немножечко выше нужно брать. Мы видим, как пули летят ниже мишени. Но все же справляется с данной задачей команда Монголии. Вперед, вперед к финишу. Друзья мои, ну посмотрите, время 18 минут 44 секунды. Это великолепнейшее время на данном этапе. До финиша совсем немного. Прямолинейный участок и четыре препятствия Венесуэлы. Ну спасибо. Ну спасибо огромное наводчику-оператору за данную работу. Старший лейтенант Диего Рафаэль Наварро Паэс. Да, красивый заезд. Красивый заезд, я уверен, поддержат сейчас все экипажи, участвующие в этом заезде. Болельщики, присутствующие на полигоне Алабина. В фан-зоне армейских международных игр, которая размещается в парке Патриот, которую мы... Советую всем посетить обязательно, кто приезжает на танковый биатлон, курсирует автобусы в парк Патриот. Да и все те, кто смотрят танковый биатлон, в прямом эфире уже прямо сейчас на официальном канале в Ютубе телеканала «Звезда». Прямолинейный участок. Два танка сейчас на прямолинейном участке мчатся к финишу. И это команда Венесуэлы и Монголии. Ну что ж, можно и побороться за фактическое лидерство в этом заезде. Кто же первым финиширует? Ну а все мы понимаем, что у команды Монголии в любом случае есть огромнейшее преимущество. Удастся ли Венесуэле догнать танк? Мало вероятно, безусловно. Но тем не менее, давайте посмотрим по результатам боевой стрельбы. Команда Монголии выполнила три огневые задачи, поразила все пять целей, все пять мишеней. У команды Венесуэлы немного хуже было с боевой стрельбом в этом заезде. Две мишени из пяти остались непораженными. И пришлось механику водителю проходить лишний километр штрафной дистанции. Сирия на данный момент выполнила две огневые задачи, поразила две из пяти. Мишени впереди еще одна. Ждет не дождется, когда же наводчик-оператор ее поразит. А вот команда Монголии уже перед бродом. Итак, ну что ж, немножечко поднажать, поднажать, и можно побыстрее пройти данное препятствие, но быть внимательным. В то же время ни на секунду нет сомнения в том, что высочайший профессионал своего дела, механик-водитель монгольской сборной третьего экипажа. Басанбат, Церенбат, пять лет в танковом пиатлоне. Итак, преодоление препятствия команды Венесуэлы. Механик-водитель выбирается на противоположный берег. Нарушений не было. Проносится мимо Кургана Славы команда Казахстана. Стартовала последняя в этом заезде. Отставание от Монголии одна минута семь секунд. Несмотря на то, что все три мишени номер 12 были не поражены, прошла три штрафных круга, но механик-водитель довольно-таки быстро ведет свою машину и на отлично проходит препятствие. Все препятствия представлены на трассе индивидуальной гонки. Три раза стучу по деревянному столу и плюю через левое плечо, чтобы не сглазить, как говорится. А все же команда Казахстана отработала все оставшиеся задачи на пятерку. Более мы поддерживаем каждый экипаж, участвующий в этом заезде. Итак, глубокий поворот сейчас перед финишной прямой. Фактически уже команда Венесуэла. Вот и построение Сирийской Арабской Республики перед выполнением третьей огневой задачи. Фактически в один шаг, друзья мои, взбираются на танк. Я напоминаю, что танкисты это не самые высокие люди, но тем не менее одна нога на земле, а вторая уже на танке. И третьим шагом экипаж взбирается в танк Т-72Б3. Монгольская команда преодолевает последнее препятствие индивидуальной гонки. Выбирается из противотанкового рва. И впереди финиш третьего экипажа Монголии. Команда Сирийской Арабской Республики готовится поразить мишень номер 9. Наводчик-оператор будет вести боевую стрельбу. Мишень в поле. Дальность до нее 600 метров. В это же время финиш команды Монголии. Третий экипаж завершает свое выступление в танковом биатлоне. Как и, собственно говоря, вся команда Монголии выступила в индивидуальном зачете. Время 22 минуты и 36 секунд. Это лучший результат команды Монголии. Друзья мои, третий экипаж оказался лидером в своей команде. Ну и Венесуэла завершает выступление в индивидуальном зачете танкового биатлона. Давайте посмотрим на время. Время тоже очень хорошее время. И это огромнейшие шансы на то, что команда будет участвовать в полуфинале в эстафете танкового биатлона. Да, я думаю, 99,9% что Монголия и Венесуэла будут участвовать в эстафете. Итак, экипаж команды Казахстана прибыл также для выполнения последней, третьей огневой задачи. Ну что ж, а у экипажа Сирия какие-то проблемы. Не удается поразить мишень. По всей видимости, наводчик не обнаружил, может быть, мишень. И израсходовал бы запас весь, делая ставку на работу механика-водителя. Итак, экипаж Казахстана сейчас на экранах. В Сирийской Арабской Республике предстоит пройти еще один штрафной круг. А вот наводчик-оператор ведет боевую стрельбу. И мы видим, что немного ниже нужно выше взять. Выше чуть-чуточку есть. ЕСЛ поражена и добивает ее еще оставшимися боеприпасами. Наводчик-оператор. Ну что ж, красота, страшная красота поражения мишени номер 9, которую продемонстрировал нам Ростан Малдашев. Отличная работа. Можно выдвигаться на прямолинейный участок и вперед к финишу. Время у команды Казахстана 19 минут и 7-8 секунд. Буквально пару минут, я думаю, остается до финиша команды Казахстана. Итак, представители казахской сборной выступили с результатом 22 минуты 13 секунд. 21 минута 54 секунды. Ну что ж, удастся ли побить рекорд собственной команды, третьему экипажу казахской сборной. Есть шансы, есть, есть шансы на это. Впереди еще более чем 2 минуты, поэтому не будем загадывать. Давайте дождемся результативности работы механика-водителя. Выкладываться на полную катушку. Вместе в унисон, работая с нашим красанцем, танком Т-72Б3. Атлет Алпамысов 28 лет болеет, поддерживает сегодня его вся республика Казахстан. И любящая жена, которая при льновке экрана сейчас волнуется и переживает за своего любимого мужа, любящего супруга, который представляет республику здесь, в танковом биатлоне, в Российской Федерации на полигоне Алабина в пятых юбилейных армейских международных игр. Ну а с вами комментатор танкового биатлона Николай Федоров. Мы продолжаем поддерживать оставшиеся экипажи на трассе индивидуальной гонки, последнего заезда индивидуальной гонки 2019 года для первого дивизиона. Подчеркиваю, впереди еще заезд индивидуальной гонки для второго дивизиона. Итак, скорость 70 км в час продемонстрировал нам танки 72Б3 под управлением механика-водителя атлета Алпамысова. Республика Казахстан фактически в нескольких шагах от финиша. Четыре препятствия впереди еще. В повторе давайте посмотрим эту блестящую работу. И вот сейчас добивает еще, еще один снаряд, еще одна пуля лисист четко в цели. Вот она радость, неподкупная радость болельщиков. На лицах аплодисменты. Ну и, конечно же, тепло и радость душ-сердец, которые становятся намного теплее при такой блестящей работе своих ребят, своих участников команды. Преодолели в рот сейчас представители команды Казахстана. Впереди препятствия Курган. Ограниченный проход. Ну и последнее препятствие противотанковый рот. Скорость. Скорость нужно набирать побольше. Курган можно преодолеть на большой скорости. 43-45 километров в час. 47. Так хорошо. Нет нарушений. Поднимает белый флаг. Сейчас полевой арбитр. Внимание. Сложный поворот сейчас. Нужно быть внимательным механикам, водителям. Мы помним, что буквально на прошлом круге команда Сирийской Арабской Республики допустила серьезный занос. Но нет, заноса нет. Нужно выравнивать боевую машину и четко проходить по препятствию. Ограниченный проход. Огромнейшее количество ограничительных столбов, которые ни в коем случае нельзя задеть. Выходит из препятствий. Впереди последнее препятствие индивидуальной гонки для команды Казахстана. Время 22 минуты и 3 секунды. Ну что ж, к сожалению, рекорда команды Казахстан не будет. Нужно внимательно сейчас выравнивать боевую машину. Последнее препятствие. Выход на противоположную сторону. Препятствие белый флаг. Полевого арбитра. И можно встречать громов аплодисментов и овации. Поздравляем команду Казахстана. В целом, очень хорошее выступление всей команды. Были ошибки, да, были промахи. Но, тем не менее, время очень хорошее. 22 минуты и... 22 минуты и 44 секунды. На 8 секундочек отстали от команды Монголии. На 8 буквально секундочек, друзья мои. Да, это третье место непосредственно внутри самой команды. 22.13, 21.54 и 22.44. Время всех экипажей команды Казахстан. Спасибо огромное всем участникам этого заезда. Вот и сирийская команда финиширует в этом заезде. В последнем заезде индивидуальные гонки первого дивизиона, высшего дивизиона танкового биатлона. Финиш сирийской сборной. 26 минут, 28 секунд. Поздравляют сейчас друг друга тренерский штаб Сирийской Арабской Республики. Присоединяемся к поздравлению. И мы все участники танкового биатлона 2018. Организационный штаб конкурса биоармейских международных игр. Спасибо всем, кто был с нами в этом заезде. Танковый биатлон продолжается. Сегодня очень насыщенный день. Впереди еще три заезда индивидуальные гонки второго дивизиона. Жеребьевка обоих дивизионов. Увидимся уже буквально через 30-40 минут в следующем заезде. Друзья мои, с вами был Николай Федоров. Всем отличного настроения. Приезжайте на танковый биатлон. И посмотрите воочию эти уникальные соревнования мощнейших боевых машин мира. Спасибо за внимание. Услышимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok